Въезд у нас вот здесь, бытовой городок у нас здесь, два крана. Эти кадры можно назвать историческими. Дается старт началу строительства еще одной школы в городском округе Щелково. Алексей Валов провел первое совещание на пока еще пустой площадке, но скоро здесь закипит работа. Микрорайон Жигалова. Вот на этом поле между старой застройкой по улице 8 марта и новым жилым кварталом и будет построена новая школа. Уже на следующей неделе начнется сооружение рабочего городка. Контракт на строительство в Жигалове большой школы на 1100 мест выиграла компания «Молния». На ее счету немало построенных и отремонтированных социальных объектов в Московской области и Москве. Ряд реализованных госконтрактов для Министерства обороны. Достаточно профессиональная компания строительная, проверенная на социальных объектах, имеющая возможность получить банковскую гарантию. Это сейчас редкость давать банковскую гарантию. Компаниям дают только самым стабильным. Предварительные работы здесь начнутся со вторника на будущей неделе. Начнем завозить бытовой городок и материалы для ограждения строительной площадки. Контракт, сроки строительства 16 месяцев. Нет, не вижу проблем выполнить в сроке. Построить от школы. В ходе совещания обсудили, в частности, подачу рабочего электроснабжения для начала подготовительных работ. Жителей просят проявить терпение и понимание, ведь такая нужная им школа по волшебству не появится. Будем помогать, сопровождать и поддерживать. Это же муниципальный контракт, поэтому тут двойная ответственность на нас ложится и по срокам, и по качеству. Социальные объекты в городском округе Щелково не только строятся, но и реконструируются. Масштабные проекты реализуются по программе здравоохранения Подмосковья. Детская поликлиника номер 2 занимает первый этаж жилого дома «Пролетарские 5». Помещение представляет собой длинный коридор с кабинетами. Сейчас он разгорожен стеной, и прием ведется только в половине помещений. Вторая половина на ремонте, который почти закончен. Кроме стандартных работ, поликлиника оснащена видеокамерами «Безопасный регион» и уникальной системой вентиляции, которая очищает помещение от бактерий. На днях в первую очередь сдадут, и начнется ремонт второй части. Ну вот сегодня информация сначала была такая, что через неделю дали 10 дней, чтобы уже точно приехать туда и увидеть, что первая часть поликлиники отремонтирована, укомплектована и работает. Завершаются ремонтные работы в лечебном четырехэтажном корпусе районной больницы номер 2. Здесь отремонтировали первый этаж, где расположены травмпункт и рентген-кабинет. Все почти готово, осталось смонтировать и запустить новые лифты. Проверяем ход ремонтов, проверяем ход укомплектованности, медицинское учреждение, оборудование. Думаю, что совместными усилиями вместе с специалистами здравоохранения мы окончательные средства сделаем в конце 2020 года, когда все будет отремонтировано и все оборудование закуплено. Алексей Валов также провел совещание в штабе строительства жилого комплекса «Горизонт» в микрорайоне Чкаловский. Напомним, финансирование оставшихся работ взяла на себя компания «Своярд». Сейчас формируется график работ. В проект был внесен ряд изменений, и он проходит экспертизу. Это немного влияет на сроки, но основные проблемы решены. Стабильное финансирование и этапность работы. Сейчас мы подривали новый график на производство работы, достройки этого объекта. В любом случае, этот объект будет достроен. Ирина Микеда, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».